Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире на Уральской вещательной компании программа «Напрямую о главном». Среда 12.30, а это значит, что мы работаем в режиме прямого эфира. И у вас есть возможность присоединиться и стать участниками нашего разговора. Сегодня мы обсудим вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством Новоуральского городского округа. И я с удовольствием представлю вам гостей нашей студии. Итак, сегодня у нас Вадим Раисович Хатипов, первый заместитель главы администрации Новоуральского городского округа. Добрый день! Здравствуйте! Угоден Антон Анатольевич, председатель комитета по ЖКХ жилищной политики. Здравствуйте! Приветствую вас! Антон Анатольевич Беликеев, директор дорожно-коммунальной службы. Добрый день! Здравствуйте! И Андрей Александрович Милков, директор управления городского хозяйства. Здравствуйте! Добрый день! И традиционно помогает вести прямой эфир мой коллега Виктор Малышев. Видите, я передаю тебе слова. Спасибо большое! Добрый день, уважаемые гости! Традиционно напомню, что мы работаем в прямом эфире на телеканале ОТВ. Также мы работаем в прямом эфире в нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Туда вы можете писать свои вопросы, оставлять какие-то комментарии, возможно, какие-то истории, связанные с тем, как вы столкнулись с работой системы жилищно-коммунального хозяйства или какие-то возникли проблемные темы. Также вы можете позвонить и задать свой вопрос по телефону 9-88-08. Телефон прямого эфира. Звоните, задавайте. Да, ведь спасибо. Действительно присоединяйтесь сегодня к нашей беседе. Тема ЖКХ очень обширная. Думаю, что вопросов у наших зрителей немало. Вадим Рейсович, первый снег на носу. Конечно, первый выпал в сентябре, 27 числа оно быстро растаяло. Но впереди очень холодное время года, зимний сезон. Вопрос, который напрашивается сам собой. Все ли работы мы успеваем выполнить до наступления холодов? Не уходим ли в зиму? То есть что у нас со сроками по глобальным каким-то аспектам? Ну да, работы. Начнем с того, что все-таки самое основное, я считаю, это обеспечить, скажем, отопительный сезон, будущий отопительный сезон качественно. Было спланировано данное мероприятие. Задействованы лица, мы знаем, что это и генерация, это и РИР, и водогрейная котельная, и ОТСК, сельские населенные пункты. Все планомерно готовились к зимнему отопительному сезону. На сегодня зимний отопительный сезон, вы помните, мы начали с 6 сентября, да, с 6 по 15 число мы запускали максимально всех потребителей. Надо сказать, все выполнено, значит, все объекты запущены. Сегодня можно уже говорить, что да, мы зашли в отопительный сезон с качественной подготовкой. Значит, все необходимые паспорта готовности учреждения, предприятия, организации получили. Сейчас мы находимся на этапе получения паспорта готовности муниципалитетов. Нет никаких, ну скажем, опасений, что мы пройдем отопительный сезон, значит, ну, как-то по-другому, нежели там в предыдущие годы. Это мы понимаем, что везде созданы аварийные запасы, расходных материалов, там, резервного топлива. Поэтому здесь будет все благополучно. Значит, что касается сезонных работ, это, конечно, строительные работы. Нужно говорить, что мы с 2015 года находимся в рамках капитальных ремонтов многоквартирного жилья. Здесь у нас тоже виды работ, такие как замена внутренней системы отопления, горячего водоснабжения, а также мокрые процессы по фасадам. Это штукатурка и окраска фасадов. Они тоже максимально, значит, выполнены. Там нам показывают процентов 99. Где-то что-то есть еще там подмазать, подделать. Надо сказать, что осень дает нам возможности и дала уже возможность все эти работы выполнить. Поэтому здесь тоже без каких-то эксцессов все будет в плановом режиме. Все мокрые процессы мы закончим по капитальному жилью. Конечно, работы сезонного характера – это дорожная деятельность. Я думаю, мы на ней остановимся отдельно. Работы по строительному характеру, в принципе, максимально выполненные работы по благоустройству, такие как асфальтные работы. Я уже про общественные территории. Такие как окрасочные работы, они все выполнены. То есть здесь пока, не пока, а уже не видим никаких опасений. Все будет своевременно с уходом в зиму. Серьезную задачу ставил глава, чтобы закончить все ремонтные работы по сетям, по раскопкам. Чтобы в зиму уйти не с горами, отвалами и так далее, а чтобы уйти с нормальными закрытыми ордерами, скажем так. Эта задача тоже выполняется постоянно на контроле. Поэтому готовы, в основном готовы. Все планы выполнены, заходим в зимний сезон, подготовлены. Кроме того, что ДКС наверняка доложит о том, что какие работы он сделал по подготовке к зимнему периоду уже. Что касается перевода автотранспорта на зимний режим, это он тоже расскажет. Давайте немножко попозже вернемся к подготовке к зиме. А вот как у нас обстоят дела с одним из крупных объектов с улицы Ленина? То есть когда-то же работы должны в эти дни быть закончены, насколько я помню. Да, совершенно верно. По улице Ленина основные виды работ закончены. Значит, выданы управлению городским хозяйством ряд замечаний. Это не один десяток замечаний. Сейчас идет процесс устранения замечаний. Так. Да, вы видите, что сейчас происходит, ну, визуально чувствует каждый водитель, да, грубо говоря, что происходит по лежачим полицейским, так называемым, да, по неровностям дорожным. Это как раз устранение замечаний, которые выявлены при сдаче, приеме работы. Это будет устранено. Видно еще, что работы по ограждению, они все установлены, но пока они не залиты, скажем так, в расстоянии. Вот эти черные, да, такие заборы, да? Да, 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 новые, новые, новые это пешеходные ограждения. То есть, ну, здесь минусовые температуры позволяют выполнять, продолжать эти работы. В основном контракт выполнен, значит, ну, ДВХ контролирует уже устранение замечаний. Андрей Александрович, как контролируете устранение замечаний? Ну, да, вы правильно сказали, что контракт должен был быть закончен 25-го числа. А, ну, то есть вчера, получается, да? Да, вчера. На сегодняшний день по формальным признакам не принят объем работ по ограждениям. И остановочный комплекс на центральной площади мы тоже его не видим. То есть это, скажем так, ушло в претензионную работу с подрядчиком. Плюс то, что Вадим Рыщич сказал, да, выдано 24 замечания, которые сейчас, ну, они там и мелкие, и крупные, в том числе. Ну, 24, вот для понимания горожан, это много? Потому что как-то звучит... Ну, объем большой, поэтому это неплохо, нехорошо. Это 24 замечания, которые реально устранить в течение недели. То есть они не глобальные, они какие-то, это навести лоск, порядок, где-то что-то поправить, да, укатать асфальт и исправить те же лежачие полицейские, которые, ну, просто, скажем так, некомфортно. Нельзя сказать, что это какое-то грубое нарушение, это просто некомфортно ездить. Поэтому, ну, подрядчик, понимая это все, пошел, по большому счету, в этом вопросе навстречу нам, и он исправит геометрию. Ну, видимо, сегодня, завтра, невидимо, абсолютно точно сегодня они начнут, и надеюсь, что сегодня и закончат с лежачими полицейскими. В остальном мы ждем сейчас документы, они должны нам предоставить весь перечень документов, паспорта о качестве примененных материалов, и мы уйдем, как бы, уже в камеральную проверку той документации, которую нам предоставят. Ну, в двух словах как-то так. И плюс на этой неделе мы должны закончить все работы с асфальтом. Ну, есть еще мелочевка на примыкающих дорогах, на дворовых проездах. Да, кстати, вот тоже у нас звонила женщина, да, в редакцию, как раз вот спрашивала про примыкающую территорию. Вот все, если сегодня хватает асфальта, должно быть закончено. Ну, край, это пятница, все мы закатаем, и дальше уже наступят гарантийные обязательства. Это предверяя вопрос, можно ли потрясательной температурой катать асфальт. Да-да-да, очень часто задают этот вопрос. Ответ простой, если сильно надо, то можно. Ну, при этом есть как бы гарантийные обязательства подрядчика, который несет ответственность за работу в таких температурных условиях. То есть, с него спросят? Безусловно, у них пятилетняя гарантия, и они четко понимают, что они работают в таких температурах, риски у них есть. Вообще, вот в продолжении темы, да, УБТ-сервис, организация, которая была в городе... Извини, пожалуйста, вернемся, говорят, что звонок практически с самого начала эфира, ждут жители. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Меня зовут Игорь, у меня такой вопрос. А как можно погасить большой долг за коммунальные услуги ЖКХ? Что нужно сделать? Спасибо, да, за вопрос. Ну, тогда к нашим темам вернемся. Дай к вопросу от пользователей сети чуть позже. Ну, кто ответит, Вадим Ильич, наверное, вы или Антон Анатольевич? Ну, ладно, я отвечу, да. Ну, собственно говоря, вопрос, ответ напрашивается сам собой. Нужно прийти и заплатить, и погасить этот долг, чтобы узнать сумму долга конкретную, за какую услугу долг. Ну, во-первых, это все печатается ежемесячно, приходят в расчетных листках по оплате услуг. Если они по какой-то причине не уходят, можно обратиться непосредственно в Новоуральский расчетно-информационный центр, который у нас находится и на Ленина 12, и на Корнилова 9, и на Дудина 6. То есть по этим адресам можно обратиться, бухгалтерия все подскажет, расскажет, скажет, каким образом уплатить, возможно, отдельно или не отдельно по каким-то услугам. Ну, может быть, обычно вот такие вопросы, согласимся, да, задают люди, у которых, наверное, долги за квартиру. То есть, быть может, вопрос задан не до конца, имеется в виду, можно ли как-то частями оплатить? Ну, этот вопрос решается с управляющей компанией, заключается, конечно, соглашение о рассрочке платежа и тому подобное. Безусловно, но в любом случае необходимо обращение жителя непосредственно в управляющую компанию, если это касается рассрочки, если необходимо выяснить, за что долг, то можно и на Уральском расчетно-информационном центре это выяснить. Ну, то есть сидеть и бездействовать не стоит? Нужно заявительный характер, да, проявить? Не то, что не стоит, а нельзя сидеть и бездействовать, потому что, как минимум, набегают пени за просрочку платежа, и долг копится, и, ну, безусловно, у нас есть такие случаи, когда у людей, там, по 500 тысяч рублей долг, и все. Ну, нельзя доводить до этого, потому что потом гораздо сложнее погасить огромную сумму, лучше ежемесячно оплачивать. И все в индивидуальном порядке. Ну, да, вот Антон Анатольевич говорит про управляющую компанию, а если уже на основании прямых договоров создалась задолженность с ресурсно-снабжающими организацией, то у каждого есть свой офис, тоже надо выходить, находить телефоны, приходить, заявляться о себе и договариваться. Значит, каким образом, возможно ли предоставление рассрочки, там, и так далее. По практике, люди, которые заинтересованы в погашении задолженности, контрагент идет на встречу, да, и заключает там соглашение или соглашение по рассрочке, поэтому надо выходить, правильно. Спасибо. Виктор, да, давай вернемся. Продолжение темы, да, вот про подрядчика, то есть одной из организаций, которая выполняла работы, был УБТ-сервис. У нас организация, которая в области работает, в принципе, в Нижнем Тагиле, известно, что она делает какие-то ремонтные работы. Впервые она появилась в Новоуральске? Или не впервые? Ну, на таком объеме впервые, да. Вот, то есть, как она себя зарекомендовала здесь у нас? Что все-таки, как вы оцените, вот, общее качество выполнения работ подрядной организации? Скажем так, он единственный подрядчик, выигравший контракт у нас на реконструкцию, на ремонт улицы Ленина. Это самый большой контракт у нас сегодня, и УБТ единственный исполнитель этого контракта, тех субподрядчиков, которые они привлекают, это их хозяйственная деятельность. С точки зрения оценки, мы на сегодняшний день ждем документы, будем принимать, проверять. То, что по всему году складывалось, скажем так, у нас было огромное желание, чтобы работы выполнялись быстрее, но эту ситуацию мы ни разу не смогли переломить в сторону увеличения темпов строительства. И вот имеем то, что имеем, 25 октября полностью завершить контракт не удалось. Поэтому есть отсюда негатив, потому что на сегодняшний день хотелось бы иметь уже полностью законченный объект, а его мы не имеем. И еще только принимаем документы и будем проверять. Это тоже достаточно сложный процесс, потому что то, что видят наши горожане, это физическое выполнение работ, как показывает практика, документально сдать выполненный объем работы, это не меньше труда, иногда и больше. Поэтому посмотрим. Ну и здесь хочу добавить, что все-таки УБТ-сервис это один из подрядчиков на улицу Ленина, первыми подрядчиками были, заказчиками, который являлся УКС, и это была замена сети. То есть надо помнить о том, что все-таки люди терпели, жители терпели неудобства по улице Ленина, начиная там с весны и заканчивая там глубокой осенью. У БТ-сервис зашел только, это как бы окончательная работа на дорожное покрытие с, по-моему, июня, июля, да? С июля, контракт был заигран, с июля месяца. А с мая по вот июль занимались именно перекладкой сети. То есть, а для жителей, это, конечно, получается большой период неудобств, да, но здесь вот два подрядчика. Но надо сказать, что именно к этому мы и готовились, мы знали, что будет и так, мы призывали терпение у граждан. И здесь, опять говорю, большое спасибо, что все-таки выдержали этот период, показали свое терпение в большинстве своем. Но в результате мы получим уже историю, которой мы не будем возвращаться. То есть улица Ленина, мы планируем там не менее семи лет вообще не подходить к ней, дай бог, да. Ну да, абсолютно. Антон Анатольевич, вы тоже, да, Дорожно-коммунальная служба к улице Ленина имеет непосредственное отношение. Расскажите о ваших работах. Дорожно-коммунальная служба занималась ремонтом участка улицы Ленина от здания прокуратуры до перекрестка с улицей Уральской. Всего ремонтный участок на составе 5,6 тысяч квадратных метров. Работы их проводились также в комплексе. И после того, как была произведена замена сетей сетевыми организациями, их подрядчиками, Дорожно-коммунальная служба уже в конце июля зашла на этот участок и производила ремонт покрытия проезжей части и замены бортовых камней. Отремонтировали лестничный спуск, ведущий к школе, ну и обновили искусственные дорожные неровности. Работы были выполнены в срок на нашем участке и восстановлено благоустройство было. Еще у нас один из таких важных больших объектов, это, конечно же, бульвар Кикойна, реконструкция которого продолжалась, да, вернее, строители доделывали все, что не доделал предыдущий подрядчик. Что на сегодня можно сказать, Вадим Розич? Мы говорили и обещали, и мы сделаем это. В этом году основные работы по бульвару Академика Кикойна будут закончены однозначно. Сейчас много работ сделано, значит, напомним, мы все это где-то переделали, где-то доделывали, скажем так, это все при эксплуатационном состоянии, это несколько отодвигало сроки, то есть мы полностью бульвар не закрывали. В итоге на сегодня мы пришли к тому, что у нас, ну, по-большому два вида работ осталось невыполненным, но со сроком выполнения там до 1 ноября это у нас амфитеатр, и мы там полностью демонтировали покрытие, которое нам досталось от нерадьевого подрядчика прошлогоднего, которое полностью разрушалось и точно бы разрушилось, еще бы год не удержало. Оно было демонтировано, принято решение все-таки пойти на облицовку этого элемента именно настоящим деревом, а именно лиственницей, что сейчас и происходит. До 1 числа все работы закончены, буквально вчера мы были на объекте, смотрели, то есть мы уже там на последних двух лестниках, которые на следующей неделе должны быть закрыты. Да, есть там моменты по самой поверхности, ну, там появились новые интересные щиты, это все они сделают до 1 ноября. Но еще одна тема, это все-таки заменить и подключить мобильную конструкцию, которая называется там туалет, грубо говоря. То есть этот вернуть нужно, потому что он не оплачен, это вещь, скажем так, предыдущего подрядчика и поставить, новые заказаны. Это мы сделаем срок до 15 ноября. То есть все, бульвар можно говорить, что готов. В принципе, мы планируем и назначен уже срок 3 ноября, проведем там, ну, скажем так, мероприятие патриотической направленности к Дню Единства. Мы хотим показать, что у нас появляется новая площадка в Южном районе для вот данных мероприятий. Это будет уже как раз вот, ну, вот на этом объекте, бульвар Академики Кокойна. Ну, этой осенью у нас еще состоялось радостное событие, у нас бульвар на Комсомольской, ну, вот пешеходная зона заиграла новыми красками. Одно удовольствие там ходить, это отмечают вот абсолютно все жители, с кем разговаривала, ни разу не слышала ничего плохого по этому объекту. Вот благодаря чему удалось так хорошо все сделать вовремя, в срок и качественно? Ну, первое, все-таки надо сказать, что проектированием занимались в основном наши люди. То есть УКС, есть главный инженер проекта, который, кстати, по результату получил почетную грамоту от главы Новоральского городского округа. То есть, когда человек с душой подходит к объекту благоустройства и с пониманием, что по нему будут ходить и он, и его дети, и его родственники, видимо, это по-другому играет. Спросят с него и дети, и родственники, и знакомые, и все, кто рядом, да. Это первое. Второе, все-таки этапность производства работ. Я напоминаю, что мы на этот объект, ну, заходили в два этапа. Первый этап, мы полностью выполнили, ну, скажем так, уличную дорожную сеть, да, мы, помните, сделали остановку, перенесли, заменили там бортовой камень, асфальт, то есть сделали въезд, увеличили количество машиномест. И вторым этапом, да, мы зашли непосредственно на пешеходную зону. Здорово, что жители все-таки выбрали ее. Я напоминаю, она также прошла через голосование. Жители выбрали, сказали нам, что вот это в первоочередном порядке нужно сделать. Они оценили проект, который был представлен на голосовании, и оставалось его только реализовать. Реализован он был, значит, подрядчиком, не местным, но с города Невьянска. Надо отдать должное, что все-таки процентов, огромный процент зависит от подрядчика. Если он зашел с руками, с опытом, с головой, при конструктивном взаимодействии с заказчиком, вот получаются такие объекты. Ну, правда, мы рады, что зашел именно подрядчик с Невьянска. Мы надеемся продолжить с ним работу, насколько это возможно, в рамках 44-го района. А он уже что-то делал в черте на Уральского городского? Нет, он у нас появился впервые, да, но мы посмотрели его работы. Он участвовал в благоустройстве территории, он участвовал, в принципе, даже в освоении федеральных средств по Свердловской области. Поэтому он продолжает заявлять о себе, как о хорошем подрядчике. Ну, работает на свое имя, да. Совершенно правильно. Я предлагаю сейчас посмотреть небольшой блиц-опрос. То есть наши горожане поделятся мнениями о благоустройстве тех или иных объектах на территории Невуральского городского округа. Включите, пожалуйста. Ремонт практически закончили они уже. Ну, есть еще вот эти вот неровности. Это возле Монетки, Ленина 6. Вот здесь вот этот участок. Еще ни до ума не довели. А я тут живу, это моя улица. Так что очень хорошо, дай бог всем здоровья, кто вот так сделал все. Когда вот начали ремонт, мы там сидели с подружкой, подошла к нам тоже с камерой так же и говорит, вот что вы хотите. Вот мы там все написали, что мы вот это хотим, вот это хотим. И вот сделали. Понятно, разница огромная. Раньше ничего не было, а сейчас столько всего. Дети, смотрите, сколько детей. То есть, понятно, все в восторге. Покрасивей. Все, это постелили. Все прекрасно стало. Ну, желаю это, чтобы желать лучшего еще, так закончить побыстрее. Ну, в принципе, стало намного лучше, чем раньше было. Все так красивенько. Трудности были при езде из школы. Автобусу тут было становиться трудно из-за всяких там камней и то, что тут строматериалы лежали. Ну, очень хорошо, очень приятно. Даже я вот в этом районе живу дальше, но я всегда хорошо смотрю, радуюсь, отдыхаю. Очень хорошо. Как вам больше нравится, как на старом было или как сейчас? Ну, сейчас, конечно. Ну, молодцы, так хорошо сделали. Очень здорово, чтобы вы устроили, высадили деревья, все очень красиво, как бы замечательно. Очень интересно, бесспорно, как бы, качество и покрытия, и улицы. Это все, как бы, видно, что оно в лучшую сторону изменяется. Это тоже, как бы, видно, тут спору нет. Хорошо стало. Очень нравится, знаете, что? Что вот эти зеленые поляночки сделали, насадили у очень красивых кустарников. Это просто здорово. Ребят, конечно, стало гораздо больше, чем было на старом бульваре. Мне очень нравится. Правда, тут много недоделок чувствуется, но я второй раз вот на этот бульвар вышла, а первый раз, когда вышла, я была в таком шоке, мне очень все нравится. Такие удобные вот эти вот стулья, скамейки. Там внизу такое все удобное, можно посидеть в любом месте, прям вообще. Молодцы. Ну, вот я думаю, мнения горожан говорят о многом, да. Вадим Ильич, наверное, кратко перейдем к следующим темам. Какие у нас планы по комфортной городской среде вот на следующий уже сезон? Так, мы ежегодно проводим уже голосование. Мы выбрали территории, которые мы должны обустраивать в очередном порядке. Следующий год нужно сделать все, чтобы зайти в программу и получить финансирование на благоустройство территории аллеи трудовой славы. Для этого мы уже сегодня знаем, что мы прошли отбор, да. Мы получили финансирование на замену тепловых сетей, которые у нас заложены под, значит, данной территорией. Мы в этом году уже выделили субсидию порядка 12 миллионов рублей на замену сетей под этим же бульваром. Именно в водопроводных сетях. Там у нас серьезная сеть диаметром 600. Сейчас МОП «Водоканал» занимается, значит, заменой этих сетей. То есть мы уже сейчас готовимся к, значит, благоустройству данной территории. Ну, мы сейчас находимся в бюджетном процессе, поэтому говорить, что да, мы нашли деньги полностью на это благоустройство, пока рано. Я думаю, мы после утверждения бюджета, значит, вернемся к этому вопросу. Пока еще раз планово у нас идет в первоочередном порядке аллея трудовой славы. Кроме того, мы помним, что мы не закончили историю по аллее молодежи. Мы сделали только первый этап. У нас есть в планах второй этап. Это от окончания, скажем, первого этапа до стелы. Вот там у нас должна появиться тоже благоустроенная территория. Кроме того, мы в этом году все-таки запроектируем до конца, доведем проектные искательские работы по эспланаде. Эспланада, это у нас природзарный район, да. Вот в этом направлении мы идем. Вот именно сюда. Кроме того, по сельским населенным пунктам мы планируем также заявиться на участие в отборе субсидий областных и зайти в деревню Починок с благоустройством территории Парк Победы. Важно, значит, к юбилейному году все-таки там привести в соответствие. Вот направление такое по благоустройству. Спасибо. Антон Анатольевич, вам вопрос, да, мы затрагивали тему зимы в начале, да, грядущей. Насколько сегодня готова техника, да, к зиме? Насколько обновился парк? Есть посыпочные материалы? Ну вот все, что по вашей части, как говорится, рассказывайте, насколько готовы. В этом году нам удалось существенно обновить наш парк. Специальной технике приобретены новые комбинированные дорожные машины, 5 единиц. Второй снегопогрузчик с большей производительностью, чем тот, что у нас есть. На данный момент уже заготовили запас противогололедных материалов. Техника у нас совсем недавно только прекратила выполнение комплекса работ по летнему содержанию. Часть техники уже переоборудована в зимний режим работы, часть сейчас находится в режиме переоборудования. Поэтому в зиме, считаю, готово. Все в плановом режиме. Топливо закуплено, поэтому остановок быть не должно. Будем работать. Ну посыпочные материалы тоже присутствуют? Да, как я уже сказал, что противогололедные материалы нами закуплены, запас создан. Виктор, что у нас там пишут люди? Вопросы у нас действительно есть. Ну вот начнем с Евгения, который пишет. «Добрый день. Проезд к детскому саду номер 52, улица Тегинцево, 6, дробь 1. Проходит через двор улицы Тегинцево, 4. Можно ли отремонтировать данный проезд, проезжую часть и тротуар, не за счет средств собственников дома? Ведь данным тротуаром и дорогой пользуются не только жители Тегинцево, 4». То есть я так понимаю, что вот когда-то в городе была программа ремонта транзитных проездов, она была, по-моему, несколько лет. Существует ли она до сегодняшний день? И если нет, то есть какие-то другие варианты? Значит, по территориальному признаку надо понять, входит ли это в городскую черту или не входит. Это территория дома. То есть это проезд вдоль дома. Территория МКД. И да, действительно, программа у нас была, все это делали. Сейчас, значит, все-таки нужно понимать, что есть задача четко, значит, зайти во все возможные областные конкурсы или там. То есть нужен областной бюджет. Нужно наполнять, значит, все работы областными деньгами. На это есть в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства специальная программа, которая, ну, назовем ее там 20 на 80, которая уже работает во многих городах Свердловской области. Уже действительно есть опыт реализации этой программы. Есть понимание жителей Свердловской области по заходу в этой программе. Мы говорим о том, что с 2023-2024 года нужно заходить в эти программы. Для этого нужно понимать, что жители должны выйти, только жители должны выйти с этой инициативой. Инициатива должна подкрепляться уже каким-то проектом. Значит, только на этих условиях область будет готова выделить порядка 80% от реализации этого проекта. Далее идет финансирование из областного бюджета, из местного бюджета. По-моему, там 5% из местного бюджета. Остальные это средства жителей. То есть концепция такая, и она должна быть реализована. Без инициативы жителей, без проработки вопроса мы никуда не двинемся. Мы столкнулись с тем, что даже финансируя эти работы из местного бюджета, столкнулись с тем, что, допустим, на 2022 год было к реализации порядка двух или трех проектов, которые вроде бы как уже все было сделано, все было проголосовано. Но в итоге окончательное решение, которое должно состояться в общем собрании, видя все эти затраты и видя софинансирование в размере 10%, просто отказываются от выполнения этих работ. А значит, средства бюджета уже потрачены на проектирование, на разработку, на подготовку вот этого всего. В итоге мы видим, что не идет у нас, это не летает. Значит, инициатива жителей не такая ясная, понятная для реализации этих проектов. Поэтому направление на областные средства, на программу МИН ЖКХ 20 на 80. Да, давайте попробуем. Как раз по комплексам благоустройства дворовых территорий, то, что Вадим Рызович начал говорить, тем не менее, на следующий год у нас к реализации предполагается порядка пяти проектов жителей домов, которые прошли весь этот путь, начиная от инициативы жителей, проектирования, значит, проведения собраний жителей и так далее. И вот по муниципальной программе еще, которая предполагается финансирование 10% от жителей, 90% от муниципального бюджета на следующий год, поскольку жители уже прошли все эти этапы, все эти отборы, на следующий год мы к реализации оставляем эти проекты еще из местного бюджета. Софинансирование со стороны местного бюджета будет составлять 15 миллионов рублей. И пять дворов мы комплексно благоустроим в следующем году, ну, если говорить о планах. Поэтому в любом случае, безусловно, нужна инициатива жителей. Кстати, если говорить о инициативе, сейчас как раз у нас готовится к проведению форум радиус доверия при поддержке ТВЭЛа, и там тоже как раз идет упор на инициативу жителей. То есть, если жители собираются, они должны вместе решать какие-то свои проблемы, задачи, вопросы какие-то. То есть, организуется какое-то местное сообщество для решения какого-то локального вопроса. Организуется сообщество для решения каких-то глобальных вопросов по всему городу. Все. И с помощью... Ну, то есть, жители слышат, да, чтобы это изнутри была инициатива, которая будет прорабатываться в дальнейшем. Да. То есть, если есть желание решить этот вопрос, например, в следующем году за счет средств, привлеченных со стороны госкорпорации «Росатом», со стороны ТВЭЛа, можно сейчас поучаствовать в этом форуме. Предварительный отбор будет 27 числа и окончательный отбор 31 октября. 31 октября. 31 октября. Ну и продолжение тоже вопроса по улице Тегенцева. Звучит он таким образом. Можно ли на улице Тегенцева поставить скамейки, потому что много жителей, возвращаясь домой, заходят в магазины с сумками и поднимаются наверх улицы. Также это было бы удобно и проще пенсионерам. А поставить детскамейки? Улица Тегенцева, это верх улицы, которая идет от детской поликлиники и поднимается туда вверх к перекрестку Ленина, Тегенцева, Савчука. Да. Давайте мы запишем этот вопрос, рассмотрим, дальше дадим ответ. Хорошо? Замечательно. Антон Анатольевич, вот у нас шел сезон ремонтов домов, капитальные замены лифтов. Традиционно мы говорим, какие-то итоги на сегодняшний день, особенно по лифтам. Есть где-то задержки, насколько я понимаю? Были некоторые задержки. Начнем с ремонта домов по программе капитального ремонта многоквартирных домов. На сегодняшний день 5 многоквартирных домов полностью сданы после капитального ремонта. На завтра назначен прием еще одного дома. И в ремонте у нас останется еще порядка 10 домов. Степень готовности по ним от 85 до 95% составляет. Ну и до конца года работы будут завершены, за исключением одного дома, по которому, согласно решению общего собрания жителей, окончание работ перенесено на следующий 2023 год. Поэтому все идет по плану, согласованному с фондом капитального ремонта. Подрядчики работают срывов, пока нет сроков проведения работы. То, что касается лифтов. В этом году к замене было запланировано 14 лифтов в 10 многоквартирных домах. Работы начались с июня месяца, должны были закончиться в сентябре месяце. Значит, работы были выполнены. Пригласили специалистов Ростехнадзора, которые должны принимать эти работы. Они выявили некие замечания, которые были направлены в фонду капитального ремонта и подрядчику фонда, которые устранялись. Конечно, мы понимаем недовольство жителей, что, возможно, длительные сроки были и замены лифтов, лифтового оборудования и сроки приема работ. Но тут надо понимать, что в момент производства работ у нас произошли некие события, в связи с которыми прекратилась поставка импортного оборудования лифтового. Фонду капитального ремонта пришлось срочно менять конкурсную документацию. Технические решения по замене лифтового оборудования вместо отисов были установлены наше отечественное лифтовое оборудование. Отчасти в этой связи произошла задержка с вводом в эксплуатацию. На сегодняшний день 12 лифтов у нас в городе введено в эксплуатацию, и они запущены. Остаются два лифта, это по улице Комсомольской 21 и по Первомайской 85. Приезд специалистов Ростехнадзора планируется до 10 октября. Есть все предпосылки к тому, что лифты будут приняты. Это уже повторная приемка после устранения замечаний. Есть предпосылки к тому, что все будет введено в эксплуатацию, и жители, наконец, смогут пользоваться своими лифтами. На следующий год у нас планируется примерно аналогичное количество замены лифтов. 15 лифтов и примерно 15 домов также в капитальный ремонт у нас уходят. Понятно. Спасибо. Давайте немножко к другим темам перейдем. Вот еще один масштабный проект – это замена освещения на городских улицах, которые реализуются. Что можно сказать в этом направлении? Да. Давно такой, скажем так, работы не было. Поэтому она, когда сейчас проходит, ее очень визуально видно. Сейчас день стал короче, ночь стала длиннее. Поэтому очень кстати. В чем заключается работа? ООНГЭС за счет собственных средств давно уже прорабатывал вопрос по переходу с натриевой или с ртутных ламп на светодиод. Это энергосбережение, это, безусловно, хорошо, интересно. И по люксам, по степени освещенности гораздо лучше. Он сделал пилотный проект на территории, значит, уличной дорожной сети. От КСК, ну и где-то до, по-моему, Льва Толстого. Просто заменил одни лампы на светодиодные лампы. Посмотрели, поработали. Зимнее время, летнее время, степень освещенности. После этого все-таки принято решение, что необходимо проектирование. Были выбраны территории, на которых мы пойдем по замене освещения. Пилотное, не пилотное, а уже по проекту территория была выбрана. Это улица Победы. Улица Победы. И уже она реализована. Заменены все вот эти вот бетонные опоры, которые были в плохом состоянии. Заменены вся электрическая часть и установлен сам светильник. Проектными решениями было предусмотрено сокращение шага опор. Если бетоны у нас стояли с натриум и светильниками с одним шагом, светодиод более точечно светит, поэтому шаг немножко был сокращен. Количество опор увеличилось, материал опор изменен. Они стали металлические, оцинкованные, такие интересные, визуальные, симпатичные опоры. Это все реализовано. Если вы сейчас проедете по улице Победы, это будет красиво, видно, ярко. Надо сказать, что огромная работа была проведена по подсветке непосредственно нашей стелы. То есть здесь применено уже не просто там цвет одного спектра. Там сделана программа, проведены электромонтажные работы по разноцветной подсветке данного объекта. Считаю, очень красиво получилось. Была общественная комиссия с участием общественной палаты, Думы. Все оценили это мероприятие, всем понравилось. Все хорошо. И, значит, Победы, стелы. Теперь мы видим перспективу развития по замене, по реконструкции этого освещения. Дальше в сторону по улице Автозаводской до Юбилейной и Юбилейной. Тем самым, вот, получается, замкнем данную территорию на такое красивое освещение. Но на этом не останавливаемся. Значит, из бюджета Новоральского городского округа выделены средства на замену, значит, светильников. Я говорил, что это вот, все, что сделано, это было за счет ООН ГЭС сделано. Сейчас я говорю про те субсидии, которые выделены, опять же, ООН ГЭС, которые сейчас реализуют по всем районам города, скажем так. Мы не можем без реконструкции, без изменения шага опор зайти на уличную дорожную сеть, где ходит автобусное движение, ну, где первая категория. А на остальные мы можем зайти на эти территории. И мы в этом году, уже сейчас начали работы, на сегодня там порядка 89 светильников заменено на светодиодные. И в Южном районе переходим в Центральный район. И до конца года в каждом районе, ну, улица, например, в Центральном, Белинского, появится Клары Цеткин. То есть вот эти небольшие улицы, где-то внутриквартальные территории, будут заменены вот именно старого типа светильников на новые. Их порядка 700 штук. Вот у нас в ноябре и декабре силами ООН ГЭС мы заменим 700 штук на качественные, на современные, на, значит, освещение светодиодом. Планируется, что четко уже утверждено вот этими пилотными проектами, что затраты на освещение от старого к новому снижаются до 30%. До 30%. То есть, грубо говоря, если был натриевый, сюда поставили на это же место светодиод, 30% на этом месте мы сэкономим. Это важно, это интересно, и мы будем продолжать эти работы, потому что они показатели свою... Ну, горожане это оценивают, я очень надеюсь. Но при этом, да, увеличение, скажем так, светоточек нельзя говорить о каком-то глобальном снижении затрат из бюджета на потребление электрической энергии. Потому что, еще раз, увеличение идет световых опор. Видите, что-то есть еще? Есть 5 вопросов, постараюсь группами их задать. Первый вопрос. Вот кратко. Правда ли, что будет поднятие оплаты за услуги ЖКХ на 9% с 1 декабря? Актуальный вопрос, касающийся каждого. Есть такая... Что мы можем сказать по этому вопросу? Значит, проект вынашивали такой, что вообще перейти к повышению тарифов с декабря месяца. На сегодня до сих пор не состоялось подписание этого проекта. И я знаю, что есть категории, которые противоборствуют по этой теме. На сегодня официально заявляю, что нет такого документа, нет такой истории в принципе. На сегодня. Дальше, возможно, какие-то изменения. Понятно. Возможно. Смотрите, возвращаясь к теме комфортной городской среды и инициативных граждан. В городе активно реализуются инициатива по благоустройству парка за домом культуры УХК. Старый новый парк, да? Старый новый парк. Жители уходят, прибираются, наводят порядок. Там побывал губернатор. Он положительно оценил такую инициативу. Все-таки планируется ли там какой-то проект благоустройства дальнейшего вот этого пространства? Значит, буквально недавно было подписано постановление. Действительно, эта территория приобрела название «старый новый парк». То есть, эта территория официально так называется. Почему она так называется? Потому что все-таки сообщество провело опрос жителей. Однозначно выиграло вот это название. Поэтому, применив эту историю, значит, постановлением утвердили это название. История по благоустройству этой территории развивается. Мы в ежемесячном режиме собираемся с инициативной группой. Мы договорились, что к концу ноября нам принесут вот эта инициативная группа своими силами разработает концепцию благоустройства территории, которая действительно необходима в благоустройстве. Надо сказать, что огромную работу провела эта инициативная группа. Вычистила это место. Выявились элементы, оказывается, благоустройства. И ступени, и тротуары. И действительно, мы видим, что эта территория требует благоустройства. Еще раз договорились по концепции. Мы увидим концепцию. И, в принципе, уже сейчас планируем завести в бюджет энное количество денег на проектирование благоустройства старого нового парка. Ну вот, мы идем в этом направлении. Спасибо. Давай, да, чуть-чуть попозже немножечко. Андрей Александрович, мы говорим про большие такие различные проекты на благоустройство. Вот улица Ленина, но очень важно в нашем городе благоустраивать какие-то небольшие участки дороги, но которые очень нужны и важны людям. Вот один из таких участков, который принимало управление городского хозяйства осенью, вот в октябре, да, насколько мне помнится, это дорожка, ведущая к храму на промышленной, по которой ходят и прихожане, и жители промышленного района. То есть, ну вот, как удалось выполнить? Все в срок, все хорошо, насколько я понимаю. И жители обращались, я знаю, что очень много было. На самом деле, у нас вот таких вот объемов работы на сегодняшний день в бюджете нашего предприятия на 21 миллион 100 тысяч рублей. Это как посмотреть на эту проблему или на этот вопрос, много это или мало. И в общей сложности мы охватили вот таким видом ремонта 21 точку в городе. Там колеблются суммы от 150 тысяч до 2 миллионов 100 тысяч рублей, как тот вот пример, который вы привели. Эту работу мы разыгрывали относительно поздно, во второй половине лета, да, подрядчик зашел, это, ну, такое было комплексное обращение, в том числе настоятеля этого храма. Также население просило облагоустроить, ну, потому что получалось, что он стоит на отшибе с верхней остановки, не подойти снизу тоже. Ну, ниоткуда, да. Какие-то козьи тропы, да. И поэтому вот мы разыграли, подготовили документацию, дефектовали. Проект в том числе был разработан проект ТУКСом. Мы его частично реализовали. То, что было в рамках той задачи, которая стояла. Да, и на сегодняшний день мы имеем благоустроенную территорию с нормальным подходом со стороны комсомольца. Также сделали въезд с дороги. То есть полный комплекс работ. То есть можно подъехать туда на сегодняшний день, подойти желающим. Ну, и возвращаясь к вопросу, что у нас 21 еще такое место было, можно просто перечислить, чтобы, ну, тоже наши жители понимали. Да, давайте скажем, то есть это насколько масштабно, да, в разных районах. То есть работа вроде бы не так масштабна, как улица Ленина, но она очень важна, да, я повторюсь, особенно для горожан. Из таких знаковых, которые, ну, наверное, и запомнились и нам, это было то, что глава в прошлом году нам дал поручение по обращению жителя отремонтировать двор на Ленина 81-83. Там тоже был емкий проект и по деньгам, и по работам. Запомнился он нам, как и заказчикам, тем, что это очень сложный рельеф, очень сложный двор. И от себя могу сказать, что я проживаю рядом там, и он всегда был в таком виде, в котором он был очень-очень долго, и глядя на него, сложно было подумать, что можно там сделать какую-то революцию. Да, на сегодняшний день могу констатировать, что двор отремонтирован вообще замечательно. Подрядчик подошел с душой, ну, сложный, вот реально сложный рельеф, но удалось его привести в божеский вид, что называется. Второй такой крупный объект, это у нас промышленная 2Б. Мы там в итоге реализовывали и пешеходную дорожку, и проезжую часть. Там было два контракта по совокупности разбито. Тоже было вложено в итоге порядка 2 миллионов рублей. В процессе работы жители обращались о том, что нужно еще там какой-то путь традиционного движения местных жителей учесть. И нам пришлось изыскать возможность внести изменения и коррективы, добавить туда денег и реализовать, скажем так, в полном объеме все пожелания наших жителей. Это был наказ депутата на тот момент. Ну, то есть к вопросу, как попадают задачи к нам, это был наказ депутата по промышленной 2Б. Также вот 21 пункт, я просто время, к сожалению, мало, перечислю. Также были отремонтированы, это Академика Койна 12, ремонт парковки был выполнен. Промышленная 2Б, я уже сказал, Толстого 2, Первомайская 88. Это дворовый проезд был отремонтирован. Очень небольшой объем финансирования был. Привели только центральный проезд. Фурманово 35, 35А, это участковый ремонт дворовых территорий. Корнилова 3, участковый ремонт дворовых проездов. Ленина 76, 78, частичный ремонт дворового проезда. Первомойская 36, 38, участковый ремонт дворового проезда. И еще порядка 15 территорий. Из крупного могу отметить, это микрорайон 15. Там делалось благоустройство, парковка, участковый ремонт. И вот на самом деле еще большой объем работы с того, что на самом деле стоит отметить. Автозаводская 8 и 8А, две парковки у двух домов реально расшили проблему. Потому что очень, ну, двор, скажем так, колодец, 4 дома. И проблема автомобильного транспорта там стояла очень остро. Спасибо, Андрей Александрович. Да, работа действительно масштабная. Касается жителей разных самых районов нашего Новоурайска. У нас время неумолимо идет к концу. У нас буквально остается пару минут. Вадим Раисович, ну, не за горами. Новый год, давайте, наверное, очень коротко, емко как-то скажем. Ну, сколько елок у нас будет радовать детишек Новоурайского городского округа? Какие работы подготовительные ведутся? Ну, надо сказать, что из года в год мы только увеличиваем количество елок. Вот, серьезно так происходит, да. Традиционные места проведения новогодних мероприятий – это сельские населенные пункты. Все традиционно, все как было, так и останется по городу. Мы увеличили количество елок. Напоминаю, там порядка пяти, да? Пять, да. Пять елок устанавливается. Это на автозаводской. Это на новом бульваре, скажем так, Комсомольский. Вместо световой опоры. Да, да. Вот, вот, как это, тюльпан, цветок, вроде как цветок. Но он и демонтируется, да, мы показывали в наших репортажах об этом. Да, он демонтируется и будет смонтирована ель. Искусственная, да, искусственная ель, она уже, да, она уже там с игрушками, в общем, украшена. Дальше Мичурина 3, да, получается. Театральная площадь традиционно. Что еще? А, и новый объект в Южном районе, на бульваре Кикоина, как раз в амфитеатре. Там есть круглая там сцена, там будет установлена елка. Но центральная елка традиционно будет установлена в парке культуры и отдыха. Но с ледовым городком. Обязательно с ледовым городком, с красивыми фигурами. Концепт мы уже все посмотрели, одобрили, ну, внесли там свои замечания, предложения. Они все внесены в проект. Сейчас идут заключения договоров, значит, снабжения. И готовимся к открытию 27 декабря. На 27 декабря мы запланировали торжественное открытие елки. Тема, заявленная тема, это будут сказки. Поэтому, уважаемые жители, приходите, увидите прекрасные фигуры, традиционно большие елки. И для маленьких будет, и для средних, и для больших, и много фотозон. Жизнь продолжается. Новый год никто не отменял. Главное, чтобы наши дети были рады. Ну что ж, на этом время нашего прямого эфира подошло к концу. Тема ЖКХ, как всегда, была горячей. Много откликов. Спасибо телезрителям за участие. Гостям большое спасибо за подробный разговор. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова